Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Сегодня первый раз за все время войны Зеленский озвучил количество наших потерь, достоверных наших потерь. Это 31 тысяча погибших военных. Именно речь идет о военных, гражданские сюда не входят. 31 тысяча солдат, достоменоведомо, полностью известно, что они погибли. В это число также не входят, гражданские, я уже сказал, не входят, и не входят пропавшие без вести. У нас есть довольно приличное количество людей, смерть которых не подтверждена, которые пропали без вести. Их много, число не озвучено. Но утверждать 100%, что они, к примеру, погибли, невозможно. Потому что уже через несколько обменов последних мы получали к себе по обмену людей, которые были как раз в списке пропавших без вести. Поэтому нельзя спешить объявлять людей погибшими, если они просто пропали. Бог его знает, мы не знаем. Возможно, они в плену, возможно, они где-то находятся на оккупированной территории и не в плену. То есть тут такое дело. А общее количество погибших украинцев мы сказать вам не можем, потому что есть огромное количество погибших гражданских. Я сейчас выскажу свое мнение. И оно, вы знаете, оно может быть больше, чем количество погибших военных. Это мое личное мнение. Еще раз говорю, я его не выдаю за официальное. Я вам скажу, что только в Мариуполе фашисты убили как минимум 20 тысяч украинцев. Только в Мариуполе в одном. Конечно, это невозможно сравнить даже с потерями вооруженных ВСУ. Поэтому общее количество погибших украинцев невозможно на сегодняшний день посчитать. Мы не знаем. В Мариуполе одни говорят, что расисты убили 20 тысяч человек. Другие говорят, что они убили 80 тысяч человек. Там кладбища, бесконечно эти кладбища, могилы групповые. Сколько там людей лежит, никто не знает. Вот в Изюме нашли одну могилу, небольшой городишко. Там 450 человек было, все гражданские. А сколько там еще таких могил не нашли? Мы же не знаем, понимаете. То есть у нас в Буче только в одной могиле 66 человек лежало. Все гражданские. Поэтому я к тому, что... Я уже молчу в Чернигове, как они забрасывали погреба, где гражданские прятались, когда они атаковали через Черниговскую область на Киев. Как они забрасывали гранатами погреба, в которых прятались гражданские тоже наши селяне. Сколько гражданских погибло, никто не знает. Поэтому в данной ситуации речь идет исключительно о погибших военнослужащих. Вот так вот. Дальше будем знать, как говорится, больше. Но пока что мы знаем, ну хотя бы ориентировочное число, от которого мы будем, как говорится, отсчитывать. Понятно, что цифры в результате изменятся, что они станут больше. Но вот порядок соотношения наших потерь с рашистами уже теперь становится более-менее понятным. И в разы, в разы больше погибло рашистов. Много раз. И это подтверждается, собственно, потерями тех же рашистов под Бахмутом. Когда они местные штурмы вели под, скажите мне, Авдеевкой. Там же, в Лисичанске, когда они перли просто толпами и погибали там толпами. Как я в Белозерках, а Белогоровках и так далее, и так далее. Сейчас в Работино они опять-таки засылают туда тучи своих этих вояк. И они там и остаются на поле. И так далее. В Крынках, что далеко ходить. То есть, мы знаем, что потерь рашистов на порядок больше. Или, может быть, еще даже больше. Ну, а по нашим потерям, как говорится, ситуация понятна. Приняли информацию. Ну, что поделать. Это война. Приняли информацию. Приняли информацию. Приняли информацию. Приняли информацию. Продолжение следует...